Министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров и Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Давид Георгиевич Санакоев подписывают договор между РФ и Республикой Южная Осетия о государственной границе. Министр Сергей Лавров, Республика Южная Осетия о государственных дел РФ Сергей Лавров, Республика Южная Осетия о государственной границе. Министр Сергей Лавров, Республика Южная Осетия о государственной границе. Министр Сергей Лавров, Республика Южная Осетия о государственной границе. Министр Сергей Лавров, Республика Южная Осетия о государственной границе. Министр Сергей Лавров, Республика Южная Осетия о государственной границе. Министр Сергей Лавров, Республика Южная Осетия, Давидом Георгиевичем Санакоевым переговоры прошли очень содержательно. Рассмотрели состояние двусторонних отношений, которые развиваются поступательно на основе тех принципов, которые были заложены в августе 2008 года, когда Российская Федерация признала Республику Южная Осетия в качестве независимого суверенного государства. Сегодня мы сделали новый важный шаг в оформлении наших отношений, подписали договор о государственной границе, который поможет развеять спекуляции на тему о том, что же представляют собой связи между нашими государствами. И, пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что наши отношения и с Республикой Южной Осетии, и с Республикой Абхазии будут и далее развиваться на равноправной и взаимоважительной основе. Мы договорились продолжать укреплять договорно-правовую базу нашего сотрудничества. Сейчас она насчитывает порядка 80 документов. Мы выразили удовлетворение работой, которая ведется над проектом договора о союзничестве и интеграции. В нем будут отражены новые аспекты нашего взаимодействия, которые касаются обороны, безопасности, социальной сферы и других областей нашего сотрудничества. Мы обсудили наше взаимодействие на международной арене, включая участие делегаций России и Южной Осетии в женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье. Мы подтвердили необходимость добиваться заключения юридически обязывающих договоренностей о неприменении силы, которые исключали бы повторение событий 2008 года. Эта задача особенно актуальна в свете непрекращающегося процесса втягивания Тбилиси в НАТО. Мы были едины в том, что это не будет способствовать усилиям по обеспечению стабильности в Закавказье. И будем, естественно, если эти шаги будут обретать уже практические очертания, а судя по всему это уже начинает происходить, будем принимать меры для того, чтобы не допустить негативного воздействия на ситуацию от этих процессов. Мы обменялись мнениями о ситуации на Украине, в том числе с учетом подписанного 12 февраля в Минске комплексы мер по выполнению соответствующих договоренностей. Мы отметили безальтернативность прекращения огня, выступаем за то, чтобы оно произошло повсеместно, включая так называемый Дебальцевский котел, и за то, чтобы все остальные положения минских документов, принятых 12 февраля, включая и начало политического процесса, процесса конституционной реформы, начали осуществляться незамедлительно в соответствии со сроками, которые были согласованы. Так что я весьма удовлетворен нашими сегодняшними переговорами, которые наверняка помогут продолжать углублять наши союзнические и партнерские отношения. Спасибо. Спасибо вам большое. Наверное, основную часть, сказал же мой коллега Сергей Викторович, рассказать о тех вопросах, которые мы обсуждали на наших переговорах. И, несомненно, на сегодняшний день, когда вокруг разворачиваются вот такого рода события, которые носят определенную напряженность, необходимо проводить консультации, чтобы избежать еще большей напряженности. То, что касается наших взаимоотношений России и Республики Южная Осетия, они продолжают развиваться в дружественном ключе. И все наши консультации, они говорят о том, что все наши шаги, они носят такой плановый характер. И все те задумки, которые были обозначены с самого начала, начиная с 2008 года, они постепенно приводятся, то есть они реализуются. Сегодняшний договор, который мы подписали, еще раз подтверждает как раз таки эти утверждения. И, как уже было сказано, несомненно, все те, которые говорят о том, что Россия пытается аннексировать или каким-то образом втянуть Южную Осетию в состав России, я думаю, что они должны прекратиться и отпасть, так как договор говорит о том, что между двумя суверенными государствами определяется граница и каким образом она будет проходить. Конечно же, есть еще множество вопросов, которые касаются развития и международных отношений. И здесь, конечно же, украинский вопрос, он для нас также является очень важным, так как мы на Сибири, Южной Осетии, испытали, что такое война, что такое боевые действия. И договоренности, которые были достигнуты в Минске 12 февраля, и одним из основных пунктов, в которых говорится о том, что необходимо прекратить боевые действия, как раз таки мы на своем опыте это прекрасно видели, что без этого продвижение к мирным переговорам будет сложно осуществить. И следующие вопросы также касались нашего дальнейшего международного признания. Здесь также мы проговорили целый круг вопросов, который обозначился на сегодняшний день. И мы также будем планомерно идти дальше и в этом направлении также. Так что мы также проговаривали вопросы, касающиеся в нескольких дискуссиях, на которых Южная Осетия принимает равна со всеми остальными государствами участие, на котором обсуждаются очень важные для нас вопросы. Основной вопрос – это как раз таки вопрос безопасности. И мы подготавливаем документ о том, где гарантируется, чтобы Грузия гарантировала неприменение силы в отношении Южной Осетии и Абхазии. И будем идти в этом же ключе дальше. Вот основные, наверное, вопросы, на которые мы сегодня обратили внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Live News. По-моему, у вас был вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, Алифтин Бенкальский, телеканал Live News. Вот договор о союзничестве и интеграции, о котором сейчас шла речь. На какой стадии рассмотрения он сейчас находится в Российской Федерации? Потому что, насколько я знаю, власти Южной Осетии направили в нашу страну свой проект. И есть ли какие-то сроки, в чене которого договор планируется уже принять? Ко мне вопрос. Да. Мы получили действительно проект договора из Цхинвала. Этот проект несколько дней назад, по-моему, поступил. Он уже направлен на рассмотрение тех ведомств, которые должны принять участие в его согласовании. Есть соответствующие процедуры. Каких-то крайних сроков эти процедуры не предусматривают. Но мы исходим из того, что согласование пройдет оперативно. Будет принято соответствующее решение правительством Российской Федерации. И мы уже приступим к формальному процессу согласования этого документа в двустороннем плане для его подписания. Не думаю, что это займет слишком много времени. Агентство ТАСС, пожалуйста. Мария Глушкова, ТАСС. Сергей Викторович, сегодня был подписан договор о границе между Россией и Южной Осетией. И при этом, возможно, из-за сообщения о том, что может быть отменена граница между Россией и Абхазией, существует мнение, что отношения России с Абхазией более тесные, чем с Южной Осетией. Скажите, можно ли считать такие мнения оправданными? Вы знаете, когда говорят об отмене границ, о снятии границ, это, в общем-то, образное выражение, которое означает стремление к тому, чтобы режим пересечения государственной границы между двумя дружественными странами был максимально комфортным для граждан, да и для экономической деятельности, для гуманитарных контактов. Ну, вы знаете, вот в Евросоюзе практически нет границ. Там передвигаются члены ЕС, участники Шенгенской зоны, без каких-либо таможенных и прочих процедур. Вот мы хотим примерно такого же, по большому счету, со всеми нашими соседями. И у нас в договоре, который мы с Абхазией подписали, поставлена задача обеспечить максимально комфортный для граждан режим пересечения государственной границы. Этот договор с Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве в ноябре он был подписан. Такие же формулировки закладываются и в договор о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. А то, что мы, кстати, сегодня подписали договор о государственной границе, это атрибут любого суверенного государства, каковыми являются и Российская Федерация, и Республика Южная Осетия. Мы, между прочим, с Абхазией тоже сейчас работаем над делимитацией границы между двумя государствами, с тем, чтобы такой же договор, договор о границе, подписать и с нашими абхазскими соседями. Просто с Южной Осетии мы раньше завершили переговоры и подписали этот договор вот сегодня. Но, по большому счету, все, что я сейчас сказал, подтверждается, что наши отношения с обеими республиками одинаково позитивны. Спасибо. Информационное агентство России сегодня, пожалуйста. Для новостей Сергей Павлов. Сергей Викторович, как бы Вы оценили реализацию мирного плана Минского по регулированию на Украине? Вчера в совбезе ООН украинский постпредсказал, что мирный план не выполняется, надежды на мир рушатся. И насколько ситуация в Дебальцево может помешать реализации этого мирного плана? И если можно, комментарий к заявлению Лукашенко, который сказал, что Минск готов под своей гарантией выводить украинских военных из Дебальцево? Ну, в том, что касается выполнения минских документов от 12 февраля, главная задача и самая приоритетная – это прекращение огня и начало отвода тяжелых вооружений. Практически на всем протяжении границы прекращение огня соблюдается. И в некоторых районах уже есть готовность, по крайней мере, ополченцы об этом заявили публично, отводить тяжелые вооружения. Исключение составляет так называемый Дебальцевский котел и нас огорчает то, что там происходит. Скажу следующее. Когда собрались участники переговоров в Минске 11 февраля, еще это было до наступления 12 числа, президент Путин первое, что предложил, согласовать урегулирование ситуации вокруг Дебальцева. Он тогда уже поделился нашей информацией о том, что там значительная группировка украинских войск попала в окружение и что нужно сделать все, чтобы эти люди смогли уйти из этого окружения, выйти достойно, оставив, естественно, тяжелые вооружения, потому что ополчение категорически не допустит этого. Я понимаю, что тяжелые вооружения выйдут из котла, потом развернутся и продолжат обстреливать населенные пункты. Президент Украины тогда в Минске 11 февраля сказал, что этой проблемы не существует, что никакого окружения нет. Ну и, в общем, наши еще дополнительные попытки эту тему как-то обсудить и достичь понимания, разрешение данной проблемы не увенчались успехом. Ну и произошло то, что произошло. Наступила полночь, вернее, ноль часов в ночь на воскресенье с субботы. Окружение имело место, как мы и предполагали, и поэтому линия фактического прекращения огня проходит за пределами Дебальца, поскольку эту линию контролирует ополчение. Ну, на этот счет было немало высказываний руководителей Донецкой Народной Республики, поэтому, наверное, вы за всем этим следите. И если бы все это остановилось и успокоилось, можно было бы начать переговоры о том, как вызволить этих людей, украинских военнослужащих, чтобы они покинули этот котел. Но вместо переговоров предпринимались и предпринимаются попытки прорвать окружение и изнутри котла, и извне украинские вооруженные силы. Такие попытки предпринимают, естественно, ополчение отвечает. Поэтому мы разделяем озабоченности по поводу того, что происходит в Дебальцево, но убеждены, что для того, чтобы эту ситуацию успокоить, необходимо прекратить применять оружие в попытке изменить статус-кво, сложившийся на ноль часов 15 февраля. И я очень рассчитываю, что здравый смысл возобладает, что на первое место будет поставлена задача спасти жизни тех, кто оказался в окружении. Многие из них уже начинают сдаваться, к ним относятся по-человечески, их кормят, предоставляют возможность принять душ и теплую одежду предоставляют. Ваши коллеги работают в этом районе и в прямом эфире показывают эти эпизоды. Но очень не хотелось бы, чтобы политические амбиции, желание показать крутизну возобладали над первейшей задачей спасти человеческие жизни. Ну и, конечно, не будем забывать, что Минские соглашения предусматривают комплексный подход к урегулированию украинского кризиса, в том числе, о чем вчера вновь подчеркнул президент Путин на пресс-конференции в Будапеште, начало конституционной реформы с участием Донецкой и Луганской народных республик в том, что касается согласования их статуса на Украине. Будем надеяться на то, что этот процесс пойдет и что нынешняя ситуация в Дебальцево не будет использована для того, чтобы найти предлог его сорвать. Такие попытки были и в прошлом в отношении прежних договоренностей. Мы не хотим их повторения. А что касается... Я не слышал о предложении Александра Григорьевича Лукашенко оказать содействие в выводе украинских военнослужащих из этого котла. Я думаю, что любые предложения, которые помогут это сделать, заслуживают поддержки. Если, конечно, сами украинские власти с этим согласятся. Мне кажется, что если такое предложение поступило, то ополченцы не возражали бы. Мы еще раз призываем всех сейчас, в том числе в Дебальцево, прекратить огонь. Да, там есть люди, которые оказались в окружении, но давайте решать их судьбу переговорным путем и прежде всего думая о человеческих жизнях. Спасибо. Агентство Блумберг, да, пожалуйста. Добрый день. Это вопрос министру Лаврову, генерал-мейер агентства Блумберг. Вчера вице-президент США Джо Байден после телефонного разговора с украинским президентом Петром Порошенко фактически угрожал России введением новых санкций или других мер, сказав, что если минские договоренности не будут выполнены, то Россия за это заплатит еще больше цену. Как вы относитесь к этому заявлению и насколько, на ваш взгляд, вероятно срыв минских договоренностей? Спасибо. Отношусь к этому заявлению как к традиционному для Джо Байдена высказыванию. Очередные угрозы. Наверное, он имеет в виду и то, что Соединенные Штаты будут требовать от России заплатить цену, в том числе путем принуждения государств Евросоюза к ужесточению своей позиции. Дебальцева это предлог. И повторю еще раз, мы сигнализировали о необходимости эту проблему урегулировать еще 11 февраля. Нам было сказано, что ее не существует. Но оказывается, она существует. Поэтому я бы к этому относился как к очередному подтверждению неконструктивной линии Вашингтона, в данном случае в лице вице-президента Джо Байдена. И я бы очень просил, если, конечно, такое возможно, средствам массовой информации все-таки внимательнее относиться к тому, как освещается происходящее. Уважаемый мной канал Евроньюз, я сегодня смотрел новости, в том числе и из Дебальцева, но меня заинтересовала подача материала о визите президента Путина в Венгрию. Там аналитический такой текст был за кадром и заключался он в том, что главный вопрос, который сейчас терзает наших западных партнеров, заключается в том, сможет ли визит в Венгрию помочь Путину расколоть Евросоюз. Вот, ну, видите, вы улыбаетесь, и я тоже улыбнулся, но это не очень смешно. И дальше было просто в порядке констатации, как бы сказано, что, между прочим, это был первый визит президента России в страну Евросоюза после катастрофы малазийского Боинга на ровном месте. Но это вбивается в голову, понимаете? Так что очень надеюсь, что и реальная ситуация на земле будет восприниматься объективно, и что ответственные политики на Западе будут делать все в интересах украинского народа, украинского государства, а не для того, чтобы продолжать нагнетать конфронтацию и доказывать свое лидерство подобными заявлениями. Спасибо большое. Спасибо министрам, спасибо всем участникам пресс-конференции. Спасибо. 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 Спасибо.